Дорогие друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления в домашних условиях буженины. У меня окорок, килограмм, который я помыла, обсушила и натерла смесью, состоящей из 10 грамм нитритной соли и 10 грамм обыкновенной поваренной соли. Если у вас нет нитритной соли, ничего страшного. Возьмите просто 20 грамм обыкновенной поваренной соли. Это на килограмм. Если у вас больше, то делайте пропорцию соли, естественно, больше. А если так, то точнее сказать, 2% от веса мяса у вас должны быть столько соли. Значит, я взяла соль, натерла, положила в вакуумный пакет, завакуумировала и оставила зреть наше мясо в холодильнике на 10 дней. Если вы оставите на больше, на 12-15 дней, от этого вкус мяса только выиграет. Прошло 10 дней, мы наше мясо вытащили, обсушили, оттеплили при комнатной температуре, нужно, чтобы оно полежало, 3-4 часа. Один из кусочков я натерла специями. Это красный перец, черный перец, кориандр по пол чайной ложки. Другой кусочек оставила просто так. В один из кусочков вакунула щуп электронного термометра, установила температуру для данного мяса, это 73 градуса. То есть, когда нам мясо внутри температуры достигнет 73 градусов, то термометр нам об этом просигналит. Это значит, наше мясо готово. И поставили в духовку. Очень важно, температура в духовке должна быть не больше 80 градусов. Вот видите, сейчас у нас 71 градус внутри мяса, значит скоро наше мясо будет готово. Повторяю еще раз, температуру выше 80 градусов в духовке поднимать нельзя, иначе у вас мясо получится очень сухим, то есть выйдет вся влага. А это допустить нельзя. Вот у нас термометр просигналил, мясо у нас приготовилось. Сейчас мы вытащим термометр, и мясо я оставлю охлаждаться на ночь или на 6-7 часов в холоде. Ну, на веранде или на балконе, кто у кого где холодное место есть в доме. Вот прошло 6 часов, наше мясо я достала. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, как оно получилось в разрезе. Вот такое мясо у нас получилось. Посмотрите, какая красота. По такому рецепту можно готовить не только окорок, можно готовить и лопатку, и карбонат, и грудинку. То есть любое мясо, которое вам нравится. Обязательно приготовьтесь. Это будет, во-первых, бюджетно, выходит в 2 раза дешевле. Из килограмма мяса сырого получается 900 грамм буженины. Во-первых, а во-вторых, это будет вкуснее и полезнее буженины или мясо, окорока, которое продается в магазине. Рекомендую обязательно приготовить. Вот такое мясо у нас получилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, спрашивайте. Всех люблю. Субтитры подогнал «Симон»!